Имя Святослава Николаевича Фёдорова известно далеко за пределами нашей страны. Глазной микрохирург – один из участников внедрения радиальной кератотомии. Академик Российской Академии Медицинских Наук, член-корреспондент РАН, признан одним из выдающихся офтальмологов XX века. Его методы нашли признание среди зарубежных коллег, их стали применять во всём мире. Заветом Святослава Николаевича следует и в нашей больнице. Офтальмологическое отделение КБНР-50 возглавляет Владимир Лычёв. Под его началом работает 16 человек. Среди них Павел Орлов. Павел Игоревич 20 лет занимается этим направлением, помог спасти зрение многим саровчанам. Здесь оказывается помощь пациентам с заболеваниями органа глаза и у предаточного аппарата. Это пациенты с такими заболеваниями, как катаракта. То есть это помутнение хрусталика. И оказывается им хирургическая помощь. Хирургическая помощь пациентам с глукомой – это заболевания, сопровождающиеся повышением внутриглазного давления. Помогают здесь и пациентам с новообразованиями конъюнктивы, слизистые оболочки глаза, роговицы, век. К врачам офтальмологического отделения обращаются с дистрофическими заболеваниями. Атрофия зрительного нерва, дистрофия сетчатки и так далее. Много больных с диабетом, поскольку эта болезнь приводит к различным проблемам со зрением. Как говорит доктор, зрение обязательно нужно проверять раз в год, даже если каких-то проблем с ним нет. Чем раньше начнется лечение, тем лучше будет результат. Операции по поводу катаракты сейчас делаются пациентам очень молодого возраста. То есть у меня были пациенты 35 лет и меньше. Почему? Потому что методики изменились кардинально. Сейчас мы берем пациентов со стратой зрения 60-70 и больше процентов. То есть главным критерием хирургического вмешательства является неудовлетворенность пациента своим зрением. Универсальных советов по сохранению зрения или универсальных лекарств не существует. Большинство профессий сейчас связано с работой с гаджетами, монитором и бумагами. Постоянное сидение за компьютером, вопреки расхожему мнению, приводит не к патологии, а к функциональной перегрузке зрительного аппарата. Она, в свою очередь, ведет к спазму, аккомодации, из-за которого глаз перестает четко различать предметы, расположенные как вблизи, так и вдали. Очень много пациентов, которые обращаются с головными болями, к неврологам, ищут у себя опухоли, делают МРТ. А на самом деле всего-навсего просто у них идет перегрузка аккомодационного аппарата вследствие их работы, вследствие отсутствия коррекции, потому что многие люди отрицают очки для работы вблизи. Даже вот не сегодня на прием принесли книгу «Очки убийцы». К сожалению, зачастую люди пренебрегают и коррекцией, и гигиеной, не делают упражнения на разгрузку глазных мышц. В итоге путь у всех практически один. Рано или поздно они становятся пациентами офтальмологического отделения. 12 октября врачи-офтальмологи отмечают свой профессиональный праздник – Всемирный день зрения. Хочу вас всех поздравить с этим праздником, пожелать вам хорошей, спокойной работы, чтобы вас уважали на работе, чтобы ценили, и чтобы у вас все получалось. Мы всегда стараемся помогать больным, и я думаю, что и дальше будем стараться помогать, делать все, что у наших сил, для того, чтобы вам жилось лучше, чтобы у вас сохраняло зрение.